Тренировочные площадки по регламенту должны быть доступны для СМИ и для болельщиков. Поэтому мы здесь монтируем временные трибуны на 500 мест. И для их подхода... А здесь она вот так останется, да? То есть вот так это и ничего не будет? Трибуны противологии. Это вот эта часть? Она останется временная, нет? Трибуна или нет? Она останется. Останется на 500 мест. Да, 500 мест. У нас сроки до марта следующего года, да? По контракту. У нас по контракту апреля. Кубок конфедерации, да? Да, готовность в мае 17-го года объект должен быть готов. 100%. Май 17-го года? У нас 18-го июня первая игра в Казани. Кубок конфедерации. Значит, соответственно, где-то... А кто подрядчик? Я подрядчик от Лизинга, Портре. Подрядчики безвухового группы по специализированным работам по укладке травяного, по селу. Которая занимается уже много лет этой работой. А вы газоны делали? Да, газоны делали. Последний стадион наш специалист делал в Сочи Фиш. Трава здесь будет применяться в ЛТ-трефоле Датска. Официальный образователь подтвердил, что и в глубине, в том числе, в локомотиве, в ЦСКА. Так что в любом случае все согласования в Судьбе Минспорт России, Мингово-Алмасово управляют любые согласованиями Минспорт. Они все движения, все этапы должны подтверждать. Сомнений нет по поводу под трибунов помещений, благоустройства, какие-то раздевалки и так далее. Тут самое главное приезжает лидер мирового футбола. Для них самое главное это состояние газона. Поэтому мы преуспели и в строительстве бассейнов, и зданий, и сооружений, и всего остального. Но вот мы не имеем права учиться на футбольных газонах, поэтому он должен быть идеальный. И права на ошибку нет, потому что его просто перестелить не получится. Здесь надо будет нам вместе, ну тем более технодзор с Минспорта России есть, и аккредитованные компании, это важно. Потому что газон для футболиста, внешний атураж это второе дело. Безусловно, важно для нас и фасады, и благоустройство. Но для футбольных команд номер один это газон. Если мы на Казань-арене его сможем обеспечить и сможем сделать, то тренировки не менее важны. Поэтому я прошу, чтобы вы значимость эту осознавали. Наряду с Рубином самый намольный стадион «Электрон». И по количеству детей, даже в таком состоянии, свыше тысячи детей его посещало. А где сейчас дети? Мы на центре хоккейной травы, в Маяк Зеленодольске, в Мирном. Вот пока везде занимаются, процесс тренировочный продолжается. Одна группа, пока расчетное количество на 20 пропускных пунктов. Это магазин хифашный, это точки партнеров, это точки питания. Это зона, так называемая, для воспиталити и вип-зона. Здесь вот основной экран, ну вот примерно вот так. И это зона дополнительная, которую мы пока по расчетным данным планируем открывать, когда будут особо востребованные мачи. Звук, экраны, сцена, конструкция сценическая, мы готовим полностью всю эту зону, безопасность. В общем, все это наша зона ответственности обзора.